Надеюсь, видно. Здесь, кстати, на этой гармошке ноты до отмечены черным цветом, поэтому, надеюсь, вам будет удобно ориентироваться. Значит, первое упражнение. Расставляем три пальца. До, ре и ми. Третий, второй, четвертый. Играем. То есть до, ре, ми, до. Повторите. Еще раз. До, ре, ми, до. Дальше. Из этого положения мы меняем только один пальчик, средний. Он переходит на другой ряд, на ноту фа. Играем ре, ми, фа, ре. Но так высоко пальцы не надо поднимать. Это я специально вам, чтобы виднее было. Так, надо играть вот так. Вернем пальчик на место. Играем обе. Вот эти вот небольшие оба кусочка. До, ре, ми, до, ре, ми, фа, ре. И пальчик мы переставляем в процессе игры. Не так, чтобы один кусок сыграли, переставили палец, сыграли второй. Нет, паузы быть не должно быть. Вот так, слушайте. Повторите. Дальше. Играем то же самое. Перестраиваем нашу изначальную позицию чуть-чуть пониже, вот сюда. И играем от следующей кнопки то же самое. Можете тоже повторить. А теперь нам нужно сделать так, чтобы вот эти два кусочка игрались без остановки. И постепенно перекладывать надо пальчики. Вот что получается. И так далее. То есть вы можете по всей клавиатуре проходить. Главное следите за аппликатурой. Вот три пальца, определенный палец на определенную кнопочку. Это первое упражнение. Второе упражнение. Это мы используем четыре пальца. Те же три. И добавляем еще мизинец. Играем. До, ре, ми, соль. Дальше тоже похоже. Опять ре, ми, фа. Теми же пальцами, как мы играли. Но уже на ля не мизинец берем, а вот этот пальчик четвертый, он тоже перемещается на другой ряд. Переместился. Ля. Ре, ми, фа, ля. Повторите, значит, оба кусочка. Первый вот этот. Ре, ми, соль. Четыре пальца на месте. Повторяем. И второй кусочек. Позиция меняется. При этом четвертый палец, он постепенно перемещается на другой ряд. Ре, ми, фа, ля. Повторите тоже. Теперь закрепим, сыграем сразу оба кусочка. Повторите. И так далее, как и предыдущую гамму, точнее это упражнение, но в виде гаммообразного хода вверх. Мы играем. Апликатора абсолютно одинаковая. Причем ее можно играть и в обе стороны. То есть сначала сюда, а потом обратно. Дойти до до. Вот до. Ре, ми, фа, соль, ля, си, до. И вниз. Си, ля, соль, фа, ми, ря, до. Я немножечко так время экономлю. Достаточно сжато объясняю. Но у вас всегда есть возможность нажать на паузу и спокойно все это либо отмотать, либо повторить. Так. Ну какие еще упражнения? В принципе, вот то, что я вам выслал, там все основные упражнения и есть. Единственный момент, я там повторяю, играю, точнее, в до мажоре. Здесь, конечно, вам поудобнее. Гармошка в той же тоннезе, как у вас. Так, еще упражнение. Кстати, вот то же самое, как и первое упражнение, но мы лучше сыграем от ноты до второй октавы и пойдем как раз вниз. И будет не до, ре, ми, до, а до, ми, ре, до. Вот. До, ми, ре, до. Вот три пальчика. До, ми, ре, до. Второй, третий, четвертый, второй. Повторите. И не убирайте пальцы с клавиш после повторения. Повторили. И дальше вот этот средний пальчик перемещаем на ноту си. Играем. Си, ре, до, си. Тоже повторите. А потом мы идем по гамме сверху вниз. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. И можно как раз первую гамму играть в одном движении, а вот эту гамму номер ты играть в другом движении. Получается. Ошибись. Сейчас еще раз. Это вот наши основные. И для развития пальцев еще хорошо играть по пять нот туда-обратно. До, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до. Сразу расставляем четыре пальца. До, ми, ре, фа. Во второй октаве. Играем. До, ре, ми, фа. Потом этот четвертый палец переходит на соль. Соль, фа, ми. Четвертый палец возвращается. Ре, до. Чтобы был толк от упражнений, нужно обязательно следить за аппликатурой. То есть на определенной нотке нажимать обязательно теми пальцами, которыми я сам играю. Потом позиция остается. Никогда не убираем пальцы после кусочка, который вы сыграли. Перемещаем средний палец на ноту си. Играем. Си, до, ре. Возвращаем его. Ми, фа, ми, ре, до, си. От си. Повторяю. И то же самое, той же аппликатурой от ноты ля. Сейчас специально пальчики немножко убираю в сторону, чтобы было виднее вам. На самом деле, надо играть так. Видите, я пальчики высоко не поднимаю. Но тогда вы просто ничего не увидите. Поэтому специально показываю, чтобы вам было видно. И так далее. Ну, я думаю, пока этих упражнений вам хватит. А потом все-таки смотрите мою основную видеошколу. Вот два видеоурока я вам прислал в ссылках в ютубе. Это с закрытым доступом только для вас. Ну, и попросите ваших коллег, чтобы они записали на флешки или на жесткий диск те видеоуроки, которые я им пришил. Ну, и уточните у них электронную почту, на какую мне нужно выслать эти видеоуроки. Продолжение следует...